До финала вас дошло всего 5-3 месяца упорных тренировок, правильного питания, все под чутким руководством тренера Майи Блиновой. К сожалению, этот сезон выдался непростым как для участниц, так и для организаторов проекта. Из-за того, что у нас была самоизоляция, вы не могли в полной мере заниматься в зале, но тем не менее вы достигли больших результатов. Второе место и сертификат на получение велосипеда, чтобы ехать в светлое, худое будущее и набираться жизненных сил, у нас получает девушка, участница, получает Наталья Ким. Смешанные чувства и, во-первых, как-то неожиданно, я не ожидала, что я займу первое место. Моя интуиция мне не шептала цифру 1, но это очень приятно, конечно. Эмоций внутри много, но как выразить их в словах? Я, конечно, счастлива, я довольна своими результатами в первую очередь. Самое сложное, наверное, первые 2 недели, даже 3, наверное, потому что после тренировок очень болели мышцы, просто безумно. Я не могла ходить, я не могла на унитаз даже сесть, не могла, это было ужасно больно. Я не знаю, болело все. Это не передать словами, это, наверное, поймет только участник, который испытывал это, потому что даже мои слова не будут услышаны. Через это надо пройти действительно. Просто должна быть четкая цель. То есть, если ты идешь худеть, и ты действительно хочешь прийти к стройности, к здоровью, то тяжело только первый месяц, наверное, самый тяжелый. Потом привыкаешь. Без соли, вот я привыкла сейчас абсолютно, я до сих пор не ем не соленую пищу, и мне абсолютно комфортно. Пока, думаю, не буду тратить, ставлю, вот сейчас еще сфудну и на гардеробчик, наверное, пущу. Довольно, конечно, и местом, и результатом. Все хорошо. Самое сложное, поначалу было отказаться от сладкого. Потом тренировки, конечно, это было очень тяжело, все болело. Ну, а потом все втянулось, и как-то все, ну, видимо, сильно я хотела этого. И все пошло нормально. Даже мы, не видя друг друга, мы занимались, ничего лишнего не позволяло, потому что я каждое утро просыпаюсь, становлюсь на весы, и я четко слежу сейчас за своим весом. Сначала нужно найти и собрать всю силу воли, и с ней уже ты пойдешь до конца. В этом году у нас был проект немножко необычный. Во-первых, он был «Одни девчонки», это первый раз в этом сезоне. Обычно у нас были парни, которые, наверное, все-таки немного мотивировали. А в этом году только девочки. Плюс, конечно, самоизоляция. Сезон просто весь такой необычный, сложный достаточно, потому что, во-первых, женский коллектив, неразбавленный мужской, какое-то спокойствие мужским. Поэтому, ну, в принципе, по тренировкам все проходило очень хорошо. По дисциплине девчонки тоже старались, придерживались и дома, и по питанию, все выполняли. Результатами я довольна. Были девочки, которые, конечно, даже раньше времени вылетели, но у них были шикарные результаты, как для их веса. Они очень хорошо шли. Если бы сезон продолжался дальше, особенно если бы без самоизоляции, то, мне кажется, может быть, мы даже бы показали результаты лучше, чем в других сезонах. Но, несмотря на то, что мы занимались дома, мы, наверное, неделю посидели, подумали, что нам делать. Вообще все были в растерянности, а потом решили, что сидеть все равно нельзя. Взяли телефоны, экраны, и я всех следила, как они тренируются. Девчонки все равно были в дисциплине, они чувствовали ответственность, потому что у нас тренировка была по времени, так же, как в зал. То есть дома собралась, оделась в спортивную форму, включила скайп, и все, и деваться некуда, приходится потеть, пыхтеть. Потому что, конечно, когда бесконтрольно, когда не смотришь, то домашние тренировки, они проходят, ну, практически не проходят. Как только на тебя смотрят, тебе уже не до дивана, не до пирожочка, не до... Ой, сейчас, сейчас я там доделаю. Нет, на тебя смотрят, ты делаешь все то же самое. Поэтому результаты у нас хорошие. Очень хочу, чтобы они не прекращали свой путь, потому что у них до сих пор идет прогресс. И сейчас остановиться это просто жалко, это вообще, мне кажется, преступление. Им нужно продолжать и продолжать тренироваться. Я очень довольна местом, конечно. Ну, вообще я должна была бы быть на пятом, потому что я сбросила меньше, чем Марина. Как бы, ну, голоса есть голоса. Благодаря блокноту, благодаря МАИ, я все равно сама бы не смогла сбросить эти 8 килограмм. Для меня это большой праздник, можно так сказать, потому что сейчас я стою на месте. Я кушаю, как бы, стараюсь придерживаться, но не до конца. Что получается? Супчик в семье, супчик и сама, как бы. Поэтому, но они не прибавляются, эти килограммы. Тяжело нам было в самоизоляции, и поэтому слишком нервно больным людям сюда не было. Нельзя попадать, так как я еще от беременности не отошла. И я слишком ругалась, слишком не так, что все мне было. Конечно, я из-за этого извиняюсь. Были за мной грехи такие. Мне очень стыдно, очень жаль. Ну, а так все очень классно. Спасибо организаторам, всем, кто это делает, проекты, блокнот, спонсоры, Майя. Вы большие умнички. Я абсолютно всем довольна и местом, и своим результатом. И буду продолжать стремиться к лучшим результатам. Конечно, безусловно. Самое сложное – это отказаться от сладкого. На тренировки самоизоляция абсолютно не повлияла. Я и дома могу заниматься с удовольствием. Для меня это не проблема.